У нас кода выглядит следующим образом, Мария, в этом красном мешочке есть четыре фишки, вы наугад выберите одну из них. То есть я лезу в красный мешочек? Да, вы выбираете фишку, показывает мне какого она цвета, а фишку убираете обратно. Красная. Убирай обратно. Да. Так. И теперь любую красную карточку берите, там написан вопрос. Ого. По-моему, это такие откровенные вопросы. Откровенные, да, красные. Да, читайте все. А как часто вы удаляете смс-переписки из телефона, чтобы их не прочитал ваш партнер? Вообще не удаляю. Почему не пишут? Потому что Влад никогда не залезает в мой телефон, а я не залезаю в его. Это показатель степени доверия или просто отсутствие любопытства? Вы вообще любопытнее по природе, чем мои? Ужасно, я же дама. Ну да. Нет, ну, во-первых, хоть неприлично, все-таки это личное пространство человека, даже смс-виртуально. Ну, как бы каждый для себя определяет там границы. Ну, все-таки, мне кажется... Вытрадиционалист, да. В общем, я так воспитана, что за чужой метр, метр, а он может быть теперь и виртуальный, как мы знаем, и в 3D-пространстве, и еще и внутренний, заступать нельзя. Принимается. Так, выбирай. Вторую фишку, и, соответственно, карточку. А вдруг сейчас опять красненькая? Не знаю. То есть красненькие – это откровенный вопрос? Ну, там желтые тоже так себе. Это беленькая, да? Это беленькая, любую можете вытащить, да. Свободный вопрос, поэтому можете любую карточку любого цвета. Давайте это. Да, давайте. Голубые – на подумать. На подумать. Вопрос на подумать. Сидели ли вы на дорожку перед поездкой? Зачем? Как положено, сидела. Летели в Бразилию, собрали чемоданы, сели. Я знаю, что у вас в Бразилии масса поклонников. Как-то в одном из интервью говорили, что у вас есть фан-клуб в Бразилии. Нет, интересно то, что я насколько понимаю, что этот фан-клуб образовался еще до того, как вы первый раз туда отправились. Он образовался, знаете, когда я поняла, что у меня там много поклонников. Когда я фейсбук завела, страничку на фейсбуке. Первые тысячи людей были все бразильцы. Я думаю, неужели, как интересно. Здесь никому не нужна, а там прям... Ну, в Бразилии не надо ехать работать. Надо ехать отдыхать. Согласен. И финальная. Еще одна? Да. Как принято сейчас говорить. Опять? Опять стало быть. Давайте желтый вытичим. Снизу и снизу, как там поинтересно. Неловкий вопрос. Писали ли вы когда-нибудь на машинах надписи из Сирии «Помой меня»? Нет. У меня машины нет. Я не вожу. Нет, это вообще обычно пишут на чужих машинах, на самом деле. Вы бы не были, были бы очень положительные девочки в школе. Да, у меня нет ни одного привода в милицию. Ни одного. Нет, пальчик же грязный, потом его надо куда-то. А я обычно с белым. Нет. Понятно. Не вписывайте. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додалев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.